Решить проблему безнадзорных животных в Ненецком округе раз и навсегда, причем на законодательном уровне, в том числе на селе. Эти вопросы обсудили на станции по борьбе с болезнями животных. Подробности у Ольги Русул. Марина Ивкина, заведующая отделом лабораторной диагностики, проводит небольшую экскурсию на станции по борьбе с болезнями животных. Это лабораторный корпус, пожалуй, самый интересный с точки зрения обывателя. Здесь проводят анализы, причем для всех ветеринарных нужд региона. Делают пробы на возбудителей опасных инфекций и другие важные исследования. Для каждого из них оборудовано отдельное помещение. Такой большой набор помещений, потому что разные виды лабораторных исследований должны проходить в изолированном помещении. То есть мы одни и те же исследования можем в одной комнате проводить. Современное здание, отличное оборудование, вот только аппарат УЗИ старенький. На прием к ветеринару жители округа со своими домашними питомцами приходят в отведенные часы и по записи. Даже здесь коррективы внесла пандемия. Прием мы ведем по записи. Вот как началась пандемия, в принципе, нас устраивает такая форма работы. То есть нету искученности. И люди, в общем-то, не ждут, а приезжают на ночное время. Но это, разумеется, если нет таких коллекционных ситуаций. Руководитель станции Ольга Чупрова говорит, это не первая встреча с депутатом. Несколько месяцев назад коллектив также обращался к Сергею Коткину. Вопрос удалось сдвинуть, как говорится, с мертвой точки. Проблема с безнадзорными животными, ведь касается не только нас, сотрудников станции по борьбе с болезнями животных. Это тема такая, волнует всех. На федеральном уровне закон, регулирующий действия специальных служб в отношении безнадзорных животных, приняли. Но имеются недоработки на региональном. Теперь необходимо предусмотреть все нюансы, чтобы специалисты на местах имели необходимые полномочия в отношении брошенных мурок и шариков. У них есть полномочия по отлову животных в домашних, беспризорных, населенных пунктах, муниципалитетах. Но в муниципалитетах нет условий для содержания вот этих животных, с тем, чтобы они там вакцинировали, стерилизовали. Вот эти все вопросы. Но более того, самое удивительное опять, вот это нонсенс, когда они там отлавливают это животное, его надо доставить сюда, в Наринмар. А рейсом по Шагирске мы и не можем доставить это животное. Представьте себе, нам нужно заказать спецрейс для того, чтобы привезти собаку или кошку с шойной. Все вопросы, озвученные в ходе рабочей встречи, работниками ветеринарной службы возьмут на карандаш, чтобы впоследствии подготовить обращение в профильный комитет Государственной Думы. Мы это обращение направлено в профильный комитет Государственной Думы. Мы получили ответ. Значит, те предложения, которые они сейчас пытаются сделать, реализовать предложения наших сотрудников, внесена законодательная инициатива председателем комитета в Государственной Думе с тем, чтобы частично хотя бы решить те вопросы, которые возникают у наших сотрудников, не только здесь, в Ненецком автономном округе, а в целом по России. Работники станции по борьбе с болезнями животных уверены, скоро волнующие их вопросы будут решены, и проблем, возникающих в отношении безнадзорных животных, станет чуточку меньше. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север.